привет котики жмотики лайки не даетики вообще блин подписчиков нету лайков нету никакого кайфа в этой жизни и тут вообще такой вопрос поступил в речку каков прогноз блин а что это вообще такое каков прогноз это что типа более цивильно чтобы не обидеть спросили сколько жить осталось да а каков прогноз а вы откройте интернет цивилизация блин у всех есть дома компьютер ноутбук откройте и прочтите сколько жить онкобольнову с 3 стадии рака да и вам там скажут 5 лет и чё вы хотите это чтобы я сама вам озвучила жить осталось 5 лет или если не повезет да если не пружная то еще три года а если не дай бог через год вот когда заканчивается химиотерапия и наступает рецидив да бывает такое ну блин не в сказке так живем то вообще тогда жопа понимаешь потому что рак приходит с огромной скоростью и тогда получается что крякнешь через полтора года блин что за вопросы люди вы умеете быть хоть чуточку тактичнее и почему всегда человек хочет чтобы ему конкретно ответили на вопрос сколько жить да сколько есть столько есть живу и кайфую вот хожу в больницу сдаю анализы лечусь и даже не парю сколько мне жить осталось да какая хрен разница а ты знаешь сколько тебе жить осталось да может завтра блин сосулька на голову упадет когда будешь выходить из подъезда и все алис гутен похороним ну чё ж никто не оставался под под забором да не война все таки соберем на гроб блин я конечно иногда грубо так отвечаю но с нервами извиняете не все в порядке химиотерапия влияет простите пожалуйста но вопросы иногда такие дурацкие и самое интересное что люди адекватные мало пишут пишут неадекватные почему-то вот мне непрога какая-то не везет мне а ой отлила душу и теперь о прекрасном вы знаете скоро пасха и ко мне в гости приезжает моя дотя так что скоро вы увидите в моих блогах мою дотю если она конечно согласится сниматься потому что она ну не хочу я показывать ее лицо в моем остросюжетном сериале еще хотела вам сказать что с утра проснулась я самочувствие блин бодряк хорошая я не знаю вообще себя так прекрасно чувствую вот тут в дерево постучу хотя блядя это не дерево это ж ламинат вот это походу дерево в дерево постучу блин раньше до терапии у меня была такая слабость такое недобогание мне всегда казалось что это лень вот проснусь с утра а уже уставшая вот прикинь всю ночь спала просыпаясь утром уже уставшая ну что делать думала ну лентяйка наверное но уже впадла работать до тридцатника работала на двух работах там тянула двух детей на своей шее а теперь замуж вышла муж работает да все по кайфу чё же не поленится то ну допустим не помою это окно сегодня помою завтра сейчас кто-то звонит дверь